Полицейский вне закона. Судебный процесс над экс-начальником ГИБДД начался сегодня в Верхней Пышме. Александра Кабяшева и двоих его подчиненных обвиняют в попытке присвоить чужую иномарку. Ее владельцу грозили даже уголовным делом за угон, хотя изначально он обратился в инспекцию с просьбой разыскать его автомобиль. Репортаж Игоря Бонгина. Признаетесь, я не могу. Не признаю. Не признаю. Экс-глава Пышминской автоинспекции явно чувствует себя не на своем месте. На скамью подсудимых Александр Кабяшев угодил по подозрению в махинациях с машиной. По материалам дела он с двумя подчиненными, которые тоже в суде, но по другую сторону клетки, пытались обманом отнять у приезжего с севера дорогую иномарку. По данным следствия, в апреле 2015 года трое сообщников с целью завладения автомобилем Audi Q7 стоимостью свыше 950 тысяч рублей ввели в заблуждение собственника автомашины, сообщив ему, что номерные агрегаты кузова и двигателя автомобиля поддельные, в связи с чем хозяин автомашины подлежит привлечению к уголовной ответственности. Все началось весной, когда у жителя Нового Уренгоя в Верхней Пышме пропала иномарка. Местные автоинспекторы сперва долго отказывались объявлять машину в розыск. Владелец сам отыскал ее в одном из дворов, однако и после этого возвращать авто хозяину полицейские не спешили. Грозили задержание, мол, иномарка угнана и предлагали отказаться от прав на нее за пару сотен тысяч рублей. На встречу с Кобяшевым хозяин пришел под прикрытием службы безопасности и ФСБ с камерой и микрофоном. В итоге сторговались на 100 тысячах. При передаче меченых купюр начальника ГИБДД и взяли. На первое судебное заседание пострадавший не приехал. Его интересы и честь всех полицейских мундиров отстаивает гособвинение. По его мнению, оборотни в погонах знали, на что идут. Хотели воспользоваться юридической неграмотностью пострадавшего. Его пытались запугать экспертизой, которая должна была подтвердить, что автомобиль угнан. После этого Анапин и Зарипов, являясь сотрудниками группы по розыску отдельной роты ДПС ГИБДД МОИ МВД России и Верхнепышминский, должны будут сообщить Афанасеву о необходимости прохождения экспертизы автомобиля. На проверку соответствия маркировочных обозначений сообщив при этом заведомо ложные сведения о том, что экспертиза не признает маркировочные обозначения автомобиля первоначальными. Теперь всей троице светит срок по статье мошенничества, если, конечно, удастся доказать их корыстные намерения. Решение суд вынесет после допроса потерпевших, которые приедут в Пышму на следующее заседание. Игорь Бонгин, Николай Косарев, Новости 41-го канала.